МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, который согласился приобрести векселя на 1 млрд рублей за 12% их номинальной стоимости. Полицейский провел ряд контролируемых встреч, на которых усложнится снижение цены на 15 млн рублей. По достижении договоренности была осуществлена проверочная закупка поддельных векселей. Дело оборонсервиса дошло до таможни. По данным независимой газеты, чиновников ИТС в скором времени могут обвинить в измене родине. Поводом для уголовного преследования может послужить сделка между оборонсервисом и итальянской фирмой ИВЕКО на покупку нескольких сотен автомобилей для нужд российской армии. Машины, которые возились в Россию, в декларациях должны были проходить как бронированная военная техника и облагаться 20% таможенной пошлиной. Однако границу автомобили пресекли под видом медтехники, за которой налоги не взимают. Обновить сборы разрешили ФТС. Эксперты, в свою очередь, подсчитали, что государству мог быть нанесен ущерб в 36 миллионов рублей. В Минобороны, впрочем, говорят, что ничего не нарушали, а машины предполагалось использовать для эвакуации с поля боя раненых, пишет независимая газета. Новый Папа Римский Франциск начинает правление с кадровых перемен. Понтифик назначит нового государственного секретаря, которому доверяют, заявили в Ватикане. Новому понтифику 76 лет. Он первый латиноамериканец на Святом Престоле и первый папа иезуит. Кстати, свое первое утро в Новом Сане он решил провести за пределами Ватикана. Франциск выехал в Рим, чтобы помолиться в любимой церкви и пообщаться с клиром. Папа вполне известен простотой в общении и любови в молитве. И свое имя он выбрал неспроста, считают наблюдатели. Так звали двоих популярных святых. Франциска Осисского, который проповедовал бедность, и Франциска Ксаверия, иезуита-миссионера. Поэтому ожидается, что теперь католическая церковь будет гораздо активнее распространять свое учение. Это имя глубоко символично, ведь оно связано с верой, как к полному доверию, послушанию Бога, верой как к личностному отношению человека с Богом, а также с необходимостью миссии, проповеди Евангелия во всех культурах. В Китае новое руководство. Председателем КНР избран Си Цзиньпинь. Его заместителем стал Ли Юан Чао, а главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Дэнзян. Ранее он был вице-премьером страны. Си Цзиньпинь настроен на борьбу с бюрократизмом и коррупцией, начиная с самых верхов. Партийных чиновников он собирается сделать ближе к народу, а для этого заставить декларировать имущество и отказаться от пышных приемов. Перед КНР стоит гигантская задача, считают политологи. Пекин должен перейти от экспортной экономической модели к созданию мощного среднего класса, который обеспечит стабильный внутренний спрос. Аукционный дом Кристи в середине мая в Женеве выставит на торги бриллиант стоимостью свыше 20 миллионов долларов. Это самый крупный камень грушевидной огранки. Грядущий аукцион по-настоящему громкое событие в мире драгоценных камней. Эксперты называют камень весом свыше 100 карат безупречным. Он один из самых совершенных в истории. Уникальным его делает абсолютная симметрия. Степень чистоты камня тоже большая редкость. Она встречается всего в 2% алмазов. Это были главные новости к этой минуте. Подробности также на нашем сайте. Его адрес вы видите на экране. rbc.ru Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова